Поль Маккартный советует нам не грустить вечерами и проводить их в кругу друзей. И мы с удовольствием приглашаем вас принять участие в молодежной вечерней программе «Взгляд» и провести этот вечер, а вернее уже часть этой ночи провести в компании тех, кто готовит и снимает для вас передачу «Взгляд» вот уже более полугода. Меня зовут Владимир Мукусев. Помогать вести сегодняшнюю передачу мне будет журналист-международник, корреспондент литературной газеты Сергей Вашурин. Я напомню, что Сережа готовит вместе со своими коллегами девятую полосу, международную полосу литературной газеты, которая называется «Семь дней». Сережа, главные события будущих семи дней, следующей недели. Безусловно, событие номер один – это переговоры в Москве на высшем уровне, программа которых обещает быть весьма и весьма напряженной. Затем подготовка к 19-й партийной конференции и многие-многие другие события, но о них пойдет в том числе речь и в этой передаче. А я бы сейчас хотел посмотреть телетайпы. Телетайпы. Хорошо. Сережа, значит, мы здесь встречаемся через какое-то время. А я хочу обратить ваше внимание на двух молодых людей, которые сегодня у нас сидят на кухне. Это мои коллеги, друзья, журналист Александр Ухов и режиссер, режиссер молодежной программы, молодежной редакции центрального телевидения Сергей Морозов. Что они там делают, я сейчас вам расскажу, поднявшись на кухню. Ну, прежде всего, я хотел бы напомнить, что и Сережа, и Саша провели очень много времени в составе экспедиции, экспедиции, трансарктической экспедиции газеты «Комсомольская правда» совместного советско-канадского похода СССР в Северный полюс Канады. Я ничего не ошибаюсь. Все правильно. Сейчас практически уже готов фильм. Ребята сняли фильм об этом походе. Что происходит сейчас? Во-первых, снимали не только мы, снимала большая группа работников центрального телевидения и творческого объединения «Экран», Главное управление внешних отношений нашей молодежной редакции. А сегодня вот только что я связался с радистом штаба экспедиции Юрием Золотовым, и он сообщил мне, что экспедиция уже вот-вот финиширует на мысе Колумбия в Канаде, и до финиша осталось 90 километров. И сейчас мы вам хотим показать кинокадры, снятые Владимиром Леденевым во время первого этапа похода. Специально отобрали именно для сегодняшнего показа, потому что они как раз и дают представление о том, в каких условиях поход проходит сейчас. Разве что трещины пошире, туман погуще, да и разводы уже достигают 10 километров. На Северном полюсе во время встречи с ребятами я спросил Дмитрия Шпаро о трудностях, и знают ли они эти трудности. Бемер, известный канал «Снеполярный», он нам пишет, что скоро-скоро вас закроют туманы, будет очень много открытой воды, и к этому мы вот морально готовимся. Ну хорошо, это вот спасибо за короткий такой сюжет, а вот это, что все такое? Вернее, я-то знаю, я догадываюсь, что это такое, но расскажите телезрителям, что это за мешки? Ну, телезрители посмотрели короткий наш сюжет вместе с вами. Они, к сожалению, не смогут почувствовать всей прелести экспедиции, а вот вы немножко сможете ощутить. Мы, это и я, и Сергей Башурин, и вот все гости сегодня в студии. Вот здесь у нас есть творог, есть мясо и даже шоколад. Понятно, то есть это все то, что едят ребята в экспедиции, да? Да. Значит, для этого нужно ее готовить, насколько я понимаю. Да, вот у нас есть на же ночем. Хорошо, ребята, тогда в конце передачи мы попробуем все то, что вы приготовите. Насколько персон вы будете готовить, насколько это возможно? 6-8 человек. Всех на корм. Спасибо. Спасибо, ребята. Давайте тогда начинаете готовить. Ну, а я хотел бы продолжить нашу передачу вот какой истории. Журналистов программы «Взгляд» часто приглашают на разные встречи. И вот одна из таких встреч произошла совсем недавно во Дворце культуры автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Ну, в течение первого часа молодые автозаводцы спрашивали нас, как делается программа, как отбираются сюжеты и так далее. Но очень быстро разговор перешел совершенно в другую сферу. Мы стали говорить о проблемах АЗЛК, о проблемах молодых рабочих автозаводов. Времени, конечно, не хватило, и мы решили продолжить разговор на следующий день, приехав на завод во время обидного перерыва. Но оказалось, что желание журналистов попасть на завод и желание хозяев завода, молодых рабочих, пригласить и принять журналистов на заводе, это еще не все. Комитет комсомола завода отказал нам выписать пропуска, сославшись при этом на партком завода. Мы позвонили в партком, и заместитель секретаря парткома по идеологической работе товарища Радченко, в свою очередь сославшись на, на наш взгляд, несуществующее постановление Московского городского комитета партии, якобы запрещающее работу средств массовой информации на территории завода, тоже отказал нам выписать пропуска. В итоге мы, конечно, получили этот пропуск. Ребята нам выписали его, выписали, минуя все запреты, минуя все непонятные инструкции. Но мы не стали им пользоваться, потому что поняли, что, по всей видимости, этим ребятам, они могут встретиться с большими неприятностями, если мы пойдем на территорию. И мы поговорили с ребятами прямо около заводской проходной во время пересменки. Вот нас не пустили на завод сейчас, ваше начальство партийное. Как вы считаете, почему? Я думаю, тут и каждому понятно будет, почему они. Ну, это ясно всем, потому что много недостатков на заводе, не хотят их придавать гласность, я бы так сказал. Чем больше об этом будет народ узнать, тем будет лучше, я считаю. Это мое, конечно, личное мнение. Я считаю, что должны все об этом узнать, о наших недостатках, о черных субботах, незаконных, на мой взгляд. О чем тоже надо говорить. О постоянных недопоставках, о том, что рабочие всегда крайне остаются. Об этом нужно говорить. Потому что, значит, все недостатки, которые, я считаю, на совести начальства, должны искупать рабочие. А это в корне неверно. Боятся запуганный народ. Кому-то жилье нужно, то-сего, там, ясли. Вот. И ничего начальству не говорят. Ну, как, спорят с начальством, а что толку от этого? Мы хотели не выйти, и нас напугали, что если не выйти, значит, вы не получите никаких ни путевок, ни квартиры, кому нужно, ни комнаты. Нам платят за ночь, выходим, там, 15, ну, 20 рублей за одну ночь. Так мы деньги теряем на понедельник же, на следующий день. Все это 25 рублей, потому что как? Ну, вроде, мы за ночь там сделаем, но кузовов 150. А вот. А в понедельник стоим. Вот девушка прошла, сказала, что вас сейчас всех 13-й лишат за то, что вы говорите. Это так? Так. Ничего не удивительного не будет. А? Нет. Пока не будет. Я работаю контролером цеки сборки кузовов. Сколько лет уже? 36. 36 лет. На смену сейчас идете, да? Да. Ирина Ивановна, вот нас, ваше партийное начальство, не пускает к вам на завод. Как вы думаете, почему? Ну, много, значит, у нас плохого, раз не пускают. Раз не пускают, да. Ну, а как вы считаете, нужно об этом плохом говорить? Нужно обязательно. Вы партийный человек? Да. Вот на трибуну 19-й партконференции вы хотели бы встать? Очень. Выбирали делегатам 19-й партконференции? Я так слышала, что директора и еще одного мужчину с главного конвейера и все. А как вы считаете, обязательно ли должен директор завода представлять завод? Я считаю, не обязательно. Больше должно быть там рабочих, простых вот таких нас, чем руководителей на конференции. Дело в том, что администрацией завода проводится политика, такая закрывательство наших внутренних проблем, ссылаясь на другие предприятия, на заводы-поставщики. И все это подается, естественно, в министерство, в совет министров и так далее. То есть мы прикрываем свои болячки какими-то вот такими незначительными вещами, только выгородить себя. Леночка, извините, может быть, вы просто не в курсе, так сказать, вот вы же работаете в одном только цехе, а может быть, проблемы заводские, они действительно, так сказать, более серьезные? Может быть, они действительно завязаны с огромным количеством поставщиков? И может быть, те болячки, которые у вас есть, они не из-за заводского руководства? Может быть, и какие-то отдельные моменты, и не из-за заводского руководства. Но дело в том, что, ведь что значит завод-поставщик? Это не инопланетяне, у них не другая экономическая система. Чтобы почувствовать хозрасчет, рабочий должен чувствовать себя хозяином. А хозяин должен иметь какие-то права и знания. Знаний у рабочих нет. Вот из разговора можно понять, что действительно какие-то личные моменты, но черные субботы не хочется. Один выходит за отгул, другой там за какую-то дополнительную плату. И не задумываясь о том, что, чего это стоит. Мы покрываем бесхозяйственность, понимаете? Мы не отрабатываем в эти черные субботы то, что мы можем сделать действительно реально. Не организована работа в течение обычных рабочих дней. У нас вот это есть искорка, искорка есть она. Мы хотим перестроиться, мы хотим работать. Новая модель, это... Вообще, мы должны успевать за всеми. Мы должны успевать и за западными совершенствами моделями. Вообще, но у нас пока этого не чувствуется. Организация, то есть администрация не организовала вот этот вот процесс перестройки. Конечно, трудно говорить и обвинять рабочего, что он еще не так конструктивно мыслит. Потому что, согласитесь, что раньше никому не нужен был активно мыслящий рабочий, просто человек. Трудись, рабочий класс, понимаете, в таком деле. А что за этим стоит? Суть всего, суть этой работы. Мы же не отказываемся работать. Мы действительно за настоящую работу. За настоящую. Но не бесполезную. Тот же Раченко, он говорит новыми словами, новыми лозунгами. Там, да, вот, рабочий, то-то, то-то. А по сути, по сути, это, вот, пять-шесть лет назад. Что вы такой возбужденный выскочили с завода? Что вы вызвали? Вот сейчас пропуска собирают и устраивают репрессию. К начальникам там у всех. Репрессию? Да, против рабочих. За то, что не вышли в субботу на работу прошлую, 21 числа. А как вы это в субботу заставили работу? Просто нажимали, как попало делали. Хорошо, что сейчас произойдет, если... А на остальных учат... Ну, что, наказание, или будут по одному их там истязать, как хотят. Я не знаю, что они там будут с ними делать. Ну, нажим. Естественно, нажим. Административность самая натуральная. Понятно. Скажите, вы член партии? Нет, я не член, правильно. Вы знаете, что вот скоро будет 19-я партконференция? Да, знаю. И о том, что вот идет такая кампания. Выбирают на партконференцию народ, люди. А мы не видим. У нас там выбрали, где-то собрали. И в Леводиму выбрали. Еще не знаю, кого там, директора или кого. Опять тех же выбирают людей, которые вот, извините меня, друг другу ж... Вот я и прямо скажу, такие, а что у меня еще стесняются? Алло, алло, чем хоть я вести? Давно я дома не была. 15 дней, как я вот ездить, Ну, спроси, друг у нас дела. Все хорошо, прекрасная маркиса, Дела идут и жить слегка. Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка. Как ерунда, пустое дело, Кобыла ваша околела. В остальном, прекрасная маркиса, Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, маркис, ужас. Моя копыла умерла, Скажите мне, наверное, куча, Какая-то смерть произошла. Все хорошо, прекрасная маркиса, Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза, Ведь это правая руна. Кобыл на что, пусть только дела, Она с конюшнею скорела. А, в остальном, прекрасная маркиса, Все хорошо, все хорошо. Алло, паскал, очень-то радует, Какой неслыханный удар. Скажите мне, ты правду радует, Когда в конюшне был пожар? Все хорошо, прекрасная маркиса, И хорошенько у нас дела. Но вам судьба, как видно и скоплина, Ещё теплый спрей поднесла. Сгорел ваш дом, с конюшной вестей, Как бы было бы всё это местье. А в остальном, прекрасная маркиса, Все хорошо, все хорошо. А, чёрт. Алло, алло, лука, сгорел на запах, Ох, это чего мне тяжело. Я мне себя, скажите прямо, Как это всё произошло. Узнал ваш дом, прекрасная маркиса, Что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза, И застрелился в тот же час. Упавший мёд, к нему в печи, Он опрокинул, где свечи попали свечи, На камёр не запылал он, Как кочёр погод наветренный. Балабаза мог выгорел дотла, Огонь не сайгушу спалилась, И конюш не отхватил, Конюш не запрятой была, В ней кобыла умерла. А в остальном, прекрасная маркиса, Все хорошо, все хорошо. В эфире молодёжная вечерняя программа «Взгляд». Обратите внимание на наш телефон 217-4302. Сегодня на ваш вопрос отвечают журналисты Молодёжной приёмной газеты «Правда». Руководит их работой специальный корреспондент «Правды» Валерий Евсеев. Валерий, кому принадлежит идея создания в «Правде» молодёжной приёмной? Когда она родилась? Можно сказать, что родилась она по влиянию времени. Потому что вряд ли стоит говорить о том, Какое значение молодёжи продаётся сегодня, И сегодня особенно. Но мы обратили внимание на такую вещь. Когда в прошлом году наша газета стала Более серьёзной, более регулярно осуществлять молодёжные проблемы, Писем пошло очень много. Но посмотрели, мы проанализировали эту почту, В основном это были письма от ветеранов наших. Мы очень рады, что они принимают участие В обсуждении молодёжных проблем, Но согласитесь, и без молодёжи их решать тоже, Обсуждать нельзя. Поэтому для того, чтобы какой-то перекинуть мостик доверия От такой, скажем, взрослой, солидной газеты К молодёжному читателю, Мы решили в редакцию себя создать Такую молодёжную приёмную. Пригласили студентов в культуре журналистики Московского университета. Вот они сейчас на телефонах, да? Они сейчас здесь, кстати, у зрителей, простите. Будет возможность оценить их сегодня, Проэкзаменовать, как они работают. Они увидят их в лицо. Мы дали их тоже фотографию, Показали фотографию, в газете поместили. И молодые читатели, как мне кажется, Тоже поверили в то, что по эту сторону газеты Сидят не какие-то, так сказать, чиновники Застёгнуты на все пуговицы, А такие же их сверстники, Их такие же ребята, к которым можно обратиться. И вот этот телефон начал работать. Я его, кстати, могу назвать. 257-30-70. Повторю, 257-30-70. Прошу звонить по понедельникам с 16 до 19. Эти же вот ребята, которые сидят здесь сегодня, Они примут ваши звонки в редакции газеты. Газеты правды. 257-30-70. Ну, скажите, есть уже чем похвастаться Молодёжной приёмной правды? Похвастаться вообще, наверное, ни к чему, Но итоги подвести можно. Приёмная работает уже больше года. Вышло, так сказать, у нас, я сейчас не помню точно, Около 60 молодёжных колонок. Вышло у нас ежемесячные полосы, Можно посчитать, сколько их, значит, получается. 15 уже полос ежемесячных молодёжь и время, В которых тоже эти ребята принимают участие В создании полос. Так что... И, кроме всего прочего, это же подробно только журналистских кадров. Ведь, в общем-то, эти ребята у нас публикуются, Вот они подсчитывали там, получается, Что в такой, самой главной газете страны Они публикуются чаще, чем практикантов И каких-то, может быть, даже районных газетах. То есть мы даём им возможность им выступать. Два слова о перспективах. И, может быть, совместно со взглядом? Вот, может быть, нужно об этом подумать. Но вот в качестве перспективы я хочу сказать такую даже вещь. Что мы готовы, работая над тем, вот, над нашими будущими кадрами, Не только нашими, правденскими, а вообще над журналистскими кадрами, Мы готовы воспользоваться сейчас взглядом, Обратиться к зрителям и сказать, Пусть те, кто собирается стать журналистом, Кто хочет поступать на кодек журналистики, Пусть пишет нам, присылает свои работы, Свои какие-то репортажи, заметки, проблемные статьи, И всё, что угодно, жанры не ограничены. И лучше мы дадим направление, редакция «Газеты правды» Даст направление для поступления в колледж журналистики университета. Понятно. А может быть, и некоторые темы, предложения, Или какие-то очерки, как вы сказали, Станут очерками в программе «Взгляд». А я думаю, что это очень перспективная форма, так сказать, Газеты и, так сказать, телевидение. Я думаю, что ещё много есть предстоит поработать и сделать. Спасибо. Спасибо, Валерий. Мы к ребятам придём в процессе передачи. Спасибо вам. Прежде чем начать следующий наш сюжет, Я хотел бы напомнить вам фрагмент из одной из предыдущих передач. А вы можете какую-нибудь энергию ему в его руку сообщить? Это сделает, да? Можете, да? Попробую. Я оттымюмас. Ну, вероятно, вы узнали. Героиня, одного из наших сюжетов, предыдущей передачи, Нинель Сергеевна Кулагина. Ленинградка, обладающая уникальной способностью в науке, Эта способность получила название телекинеза. Ну вот, я вам прочту из одной из статей в журнале «Человек и закон», Статей, которую написал журналист Стрелков. Буквально небольшой абзац. Мне важно, сказала Кулагина, чтобы вы, пока я жива, Успели разобраться, в чем секрет моих способностей. Может быть, это окажется важным для всех людей. Спасибо за предложение, Нинель Сергеевна. Думается, за два с лишним десятилетия и прокуратура, и суд, И многие ученые достаточно четко разобрались в ваших «способностях» в кавычках. Надо полагать, что изучение всякого рода таинственных явлений Не следует смешивать с аферами и мошенничеством. Аферы и мошенничество. Вот позиция журнала «Человек и закон». Нинель Сергеевна подала в суд. В суд на журнал. Впрочем, я немножко спешу. Я с удовольствием сейчас вам покажу сюжет, который мы сняли недавно здесь, в студии. Наш журналист Вадим Белозеров пригласил Нинель Сергеевну Кулагину к нам в студию. Пригласил ее мужа. И гостем нашей студии в этот же момент был академик, герой социалистического труда Юрий Борисович Кобзарев. Посмотрите, пожалуйста, фрагмент этой беседы. Во время войны в 16 лет ушла добровольцем на фронт. Пробыла всю войну. Имела тяжелые ранения в живот, дембелизовалась, вышла замуж, родила троих детей. Сейчас имею шестерых внуков. Впоследствии ранения сказались на всю оставшуюся жизнь. И если бы мне не помогли врачи, значит, я не знаю, чем бы это все кончилось. Но, к моему счастью великому, я попала на лечение аутотренинга доктору Беляеву у нас в Ленинграде, Георгия Семеновича, который меня научил владеть своим организмом. Он заставлял заниматься аутотренингом, меня все. И, вы знаете, я очень стала хорошо справляться. И на одном из сеансов я почувствовал, что у меня стал горячий живот, что мне жгет. Когда посмотрели, был ожог третьей степени. После этого он обратился к ученым и сказал, что такая фамилиальная внушительность, способность, которая может вызвать ожог. Так, значит, заинтересовались ученые. Но в те, как говорили мы, застойные времена, я попала поленом в печь. Журналист Львов написал первую статью «Фабриканты чудес». После этого пошли всякие другие статьи. Ну, на моем пути встретился писатель Колодный, который приехал, посмотрел, увидел, написал прекрасную и хорошую статью, когда яблоки падают. Но желание заниматься чем-либо у меня было уже пропало, я не хотела заниматься. Но ученые категорично настаивали, что это нужно, нужно не для меня, нужно для науки, и вы должны науке помочь. Как доброй славе, так и дурной молве, вы, в общем-то, обязаны прессе. Да. Каково отношение к вам было со стороны, так сказать, ученых? Вот, Юрий Борисович, это уже вопрос к вам непосредственно. Десять лет примерно тому назад я принял участие в этих вещах. Ко мне привели Нинельсия Евну, ее супруга. И впервые, значит, я увидел телекинез в натуральную величину. И сразу стало ясно, что это не фокус никакой, а что это есть некая особенность организма Нинельсия Евна Кулагина. И потом эти особенности были изучены, и в настоящее время очень много стало известно о них. Но я не знаю, стоит рассказать об этом более подробно. Я думаю, что да. Но вот сейчас, например, совершенно четко установлено, что из кожи, ладоней, рук Кулагиной, а может быть и из других участков кожи, по-видимому, по рассказам судя, это имеет место так, выходят потоки частиц, корпускулярные потоки. Эти частицы выходят не непрерывным потоком, а пачками, импульсами. И соответственным образом проявляют себя. Весьма разнообразно. То есть они зафиксированы пойманной аппаратурой? Эти потоки пойманной аппаратурой. Легко ли быть мужем такой женщины, как Нинель Сергеевна? Ну, я считаю, что у меня, вообще-то говоря, год за два должен идти в расчете, как выслуга лет. Сложно, конечно. Но вот те способности, которые у нее проявились, они, вообще-то говоря, сейчас составляют основу нашей, так сказать, сознательной деятельности. Мы стараемся разобраться, в чем причина, в чем, какова физическая природа этих людей. И что произошло после публикации в «Человеке закон» в девятом номере? Вы знаете, слишком много было потеряно здоровья, и слишком было тяжело мне обращаться в суд. Но конец ведь должен был когда-то наступить. У меня растут внуки, у меня дети, которые страдают и страдали. Были такие случаи, что учителя приходили, ну, с журналом говорили, вот твоя бабушка такая. Были случаи, когда и зятья страдали. Я решила подать в суд. Значит, перед судом, наверное, за месяц я получила инфаркт. Суд решил, что это все действительно ложь, клевета, значит. И, несмотря на то, что решение городского суда было принято в нашу пользу, Стрелков, который написал эту статью, решил подать на городской суд города Москвы. Город Москвы, городской суд оставил приговор этот в силе. Значит, какие наказания понес Стрелков, я не знаю. Но думаю, что журналу «Человек и закон», прежде чем писать вот такую клевету, Которую было написано, нужен материал проверять. Вы не могли бы что-то показать вот из своих экспериментов? Все, спасибо. Мы будем вас упомянуть. Большое вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 С программой взгляд с удовольствием сотрудничают наши коллеги журналисты разных редакций центрального телевидения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думал, что мы по-другому поступим, то есть вы. Сначала покажете то, что я принес, а потом я попытаюсь объяснить. Может быть, сейчас покажем, а потом я объясню. Хорошо, договорились. Дайте, пожалуйста, фрагмент. Подписал. Иди-гей, не трогай его. Оставь его в покое. Ничего я с ним не сделаю. Иди-гей, не трогай его. Рäuspared. Идите классный диаметр.